да тем такая это татарская учительница башкирская которая выдает себя за мужика и написал книгу про распад россии и гражданскую войну я даже не слышал я последнее время что я читал это была книга мозговой жучковского очень хорошая книга почему потому что я служил в луганске мне это все очень дорого да много там я не то что не скажу что не согласен просто я общался с жучковским у нас он показывает разные взгляды в общую картину до что происходило разные детали очень классно вот я читал его перед этим прочитал 85 дней в славянске и сейчас там читаю пелевина сейчас я читаю еще одну и книгу про чем войну в чечне там один чувак короче взял кредит миллион бывший офицер сдал книгу и думал что будет кому-то интересно на не интересно то ударит я читаю честно еще второй момент что я хочу чтобы люди в россии поняли чтобы никакая но если все нарушится если этот баланс пропадет сейчас плохая власть я вам советую почитать что может быть когда ее вообще не будет когда вот и тебе не нравится жирный прокурор тебе познакомить с каким-нибудь например особый отдел казачий особый отдел вот тогда ты узнаешь что такое правосудие настоящее тебе выпишут там 20 на гаек за то что ты там ну что-то не так ты сделал не сказал батьки люба если ты считаешь что в райотделы там пытают людей ты узнаешь горловский подвал это или в обопе пытают людей ребят если вы думаете что произволы налоги какие-то это какой-то беспредел тогда у вас просто есть еще вариант отжатия когда те приходят домой и говорят здесь диверсионно-штурмовая разведывательная ударная группа сейчас будет базировать я ее командир разбувайтесь они берцы снимают вонь все начинают гухие стрелять как это я рассказываю жизни какие во дворе стоят зайти мишки какие-то ну видно дети там жили вот эти мишки какие-то декоративные просто гухие все начинают в них стрелять этих мишек но командир он много пил и когда он проснулся он вышел по малой нужде почему-то по привычке видно как с блиндажа не в туалет на улицу тут такие кусты сушатся трусы носки там все это на них исправлять и тут видит баба яга короче понял стоит в кустах он испугался достал пистолет и просто выстрелили несколько раз в голову думал там же беса за ним ребят кто услужил в краснодоне это было недалеко да здорово это было недалеко от штаба краснодонского ополчения там был дом вот это где рынок то есть это все знают ну вот есть еще такой вариант понимаете да и когда вот это вот это тоже моя боль я иду по улицам братан и смотрю как все хорошо там в комнату я живу там на квартире да там еще многие люди живут и один парень с донбасса божий я видел митин и я боюсь опять что-то начнется дайте на спокойно пожить вот это еще тоже кстати такой момент потому что надо упрекают знаешь зачем ты общался с укропами зачем ты общался с семиным его надо было зачем ты общался с паром он написал статью что немцы напали это хорошо ну что-то там какой-то компромат и постоянно понимаешь скидывать да вот но я считаю что вначале нужно со всеми переобщаться короче лучше понять что это кто это перед тобой вот как бы вот это а это внутренний батар диалог сам собой понял это размышляю а то что человек который пишет залечивает какие-то психотравмы это но однозначно все писатели больные так что не обращайте на нас внимание если мы глянем или что-нибудь отчудили